друзья всем привет я виктория и вы у меня на канале и сегодня у нас будет подборка ароматов с нотой кожи и для начала хочу рассказать вам вообще про ноту кожи в ароматах в принципе и про вообще аромат кожи моя подписчица алена как-то написала мне в комментариях я не помню дословно что она кожу чувствует как что-то теплое сладкое пряное согревающее как-то так я точно не помню но не прям как кожу написала мне алена и я подумала и вдруг меня осенило когда я изучала вообще ноту кожи и что это такое чем ароматизирована кожа я узнала что очевидный факт что сама кожа по себе она неприятно пахнет и нам чтобы мы могли ее носить до ароматизируют при этом издревле было принято в разных частях света ароматизировать кожу по-разному на востоке это пряности в основном в европе фрукты цветы а в россии и я так понимаю что например у наших соседей уфинов да где-то здесь недалеко от нас в холодных зимних условиях ну в основном было принято ароматизировать березовым дегтем и в итоге я поняла что во всех ароматах встречаются именно вот эти ноты например березовый деготь либо пряности либо цветы фрукты но они конечно немного такие специфические да все равно угадывается нота кожи и в некоторых ароматах в которых не указана кожа на указан например береза а я тоже ее идентифицирую как ноту кожи это например сара джессика паркер стэш здесь в нотах есть береза и и и я слышу как кожаную ноту парфюм кстати у меня продолжает постепенно испаряться я уже рассказывала что этот парфюм у меня испаряется мне писали в комментариях что у кого-то тоже аромат вообще стартует цитрусами по моему здесь есть нота айвы то есть он такой фруктово-цитрусовый с какой-то такой ноты как будто бы ледяной воды и и вот здесь есть в базе береза и вот я ее чувствую как такой ну знаете как такой тонкую тонкую замшу светлую вот так для меня ощущается здесь вот эта древесная березовая для меня кожаная нота так друзья и тогда пойдемте дальше сейчас буду рассказывать те ароматы где прям нота кожи указана в пирамиде и начнем с гирлена это black перфекта на петит роб нуар версия флора так здесь здесь кожа такая кстати довольно грубоватая и и вот я такую кожу воспринимаю как кожу которая березовым дегтем именно ароматизирована здесь он такой кисленький вначале но это не только цитрусы это еще ягоды это вишня такая свежая спелая вишня роза и вот это вот кожаная нота такой березовый дегтем мне очень нравится этот аромат я его купила весной и для меня вот весной прямо было самое идеальное для него время но я могу носить его и сейчас вот именно за счет кожаной ноты мне очень нравится очень нравится он именно вот из-за кожи так и давайте тогда сразу про такую же кожу это том of finland от это от libri de orange аромат пряный но кожа здесь кожа здесь та самая знаете это напоминает такую прямо грубую кожу такие не знаю кожаные сапоги вот они ароматизированы вот этим самым березовым дегтем кто-то слышит тут какой-то знаете что-то такое синтетическое резиновое я если честно это вот так не воспринимаю парфюм пряный сверху есть цитрусы они довольно хорошо слышны на протяжении всего парфюма тут есть имбирь по моему создатель антуан ли если я не ошибаюсь и он любит имбирь добавлять как в versace crystal noir да такой пряно-имбирный цитрусовые с кожаной нотой аромат классный я его иногда ношу на себе хотя это считается мужской аромат я кстати моя любимая но также именно вот такая вот грубая давайте дальше 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 я продолжу этой же этой же маркой и этой же нотой кожи это putana de palaces это от libri de orange но это конечно уже такая кто-то говорит унисекс но я знаю что этот аромат больше нравится девушкам ну на себе носить я имею ввиду здесь пудра здесь цветы я здесь слышу фиалку я здесь слышу естественно кожу ту самую грубую кожу и лично для меня тут есть такая знаете такое вот ощущение как лист журнала или вот свеже напечатанная какая-то продукция не знаю как это назвать эту ноту но я ее слышу и я лично слышу здесь какую-то ноту выпечки и вот для меня это понимаете это такое вот сдержки и противовесы то есть вот раз тебе пудра цветочная и тут раз тебе кожа до грубая раз тебе вот этот вот свеже напечатанная газета журнал и раз тебе выпечка такая ванильная вкусная вообще для меня этот аромат он как ассоциируется у меня с утром утром где-нибудь в париже накидываешь косуху весна обязательно весна и ты спускаешься в кофейню с каким-то журналом такой гламур у меня в голове вог ты значит читаешь этот вог сидишь в париже ешь круассан и чуть-чуть вот этот аромат пудры косметички возможно даже помады да и тут кстати есть имбирь начальных нотах есть имбирь тоже он тоже ощущается вот он стартует и перчинку имбирную на протяжении всего аромата периодически шлифит имбирь так 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 давайте тогда дальше давайте просто закончим цитат ли вреда раньше это true last здесь уже другая кожа вообще не все и здесь слышат но я возможно потому что я знаю я ее тут слышу и для меня она здесь больше замша такая бежевая замша здесь здесь тоже есть имбирь в начале но он намного тише здесь есть роза и и есть вот эта вот замшевая нота и есть в нем какая-то фруктовость он в отличие от предыдущего это от ли бреда раньше он намного тише он сидит ближе к коже он совершенно абсолютно политкорректный его можно хоть куда носить хоть в офис хоть куда это путана все-таки она такая довольно громкая довольно шлейфовая и мне кажется не везде ее можно надеть а вот этот вот хоть куда и при этом хочу заметить что они не похожи многие говорят что true last и путана прям вообще один в один нет друзья даша аромалайф аромалив она делала слепые затесты вот этих двух 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 парфюмов я ей отправляла и когда она не знала что это она их ни разу не сказала что они хоть чем-то похожи ни разу вот когда уже она открыла да этот список и увидела что это вот тогда она сказала ну вот если знать то наверное что то найдешь но пока она не знала абсолютно ни разу даже не намекнула что они похожи я считаю что они правда абсолютно разные путана у меня уже 10 лет больше даже и я знаю ее досконально я понимаю что два разных парфюма кстати в том у финнад есть такая нота она какая-то солоноватая может там есть кокос я не помню но антуан ли любит такую солоноватую ноту добавлять в парфюмы так дальше дальше давайте нарцисса родригес муск нуар фохио так здесь все острых стартует фруктовыми нотами в пирамиде заявлено слива ну знаю что это слива да можно сказать да это слива но вообще я слышу просто такую фруктовость сочность яркость дальше идет какая-то цветочность вот тут прям неопознаваемо что это за цветок и кожа кожа здесь я чувствую ее как замшу и она такая знаете скорее пряная кожа вот как раз когда я его тестировала вспомнила алене на эти слова и такая думаю ну вот если себе представить что это не кожа а пряности да если не знать пирамиду то можно думать что это пряности а не кожа но такая замшевая теплая такая мягкая нежная такая вот странно да вроде это аромат а я его вот прям как то как тактильно ощущаю обожаю маск нуар носила бы его каждый день не снимая на протяжении всей осени и зимы но так как у меня 90 парфюмов я лишена этой возможности друзья а если у вас есть покупайте и носите с удовольствием но но я это не не то что прям вам советую обязательно потестите сначала так дальше дальше у нас абит рож тут тоже есть кожа в базе и кожа здесь довольно грубая это такое для меня необычное сочетание фужера при этом здесь есть пряности и кожа я обожаю герлен вообще этот дом парфюмерный и я читала про этот аромат и что я запомнила что это аромат буржуазной жизни таких знаете буржуазных наследников у которых есть своя конюшня ипподром которые проводят светские вечера в окружении надушенных дам и джентльменов и они значит там прогуливаются и там какие то вот есть восточные благовония и хоть он и заявлен как мужской но я вполне могу его носить на мне он просто более нежно открывается это один из моих самых любимых мужских ароматов ну которые позиционируются да как мужские люблю его давайте продолжим герленом это у меня самсара вот здесь кстати не заявлено анота кожи здесь жасмин здесь фаниль здесь древесность но но здесь чувствуется кожа и такая пряная кожа довольно грубая но это пряная кожа это возможно даже тут тоже что какая то вот есть отсылка вот туда к этим к ипподрому к жакейским сапогам и не знаю к седлу вот тоже есть такая отсылка к буржуазной жизни богатый класс знаете когда его купила меня меня купила купила меня пугало начало не пугало начало в этом аромате но сейчас его обожаю особенно когда я вот эту вот ноту почувствовала которую я теперь идентифицирую как кожа на пряную ноту мне очень нравится и вот здесь нет такой знаете вот как когда ассоциация с такими грубыми сапогами причем черного цвета почему-то у меня в голове здесь нет здесь даже мне видится что это может быть замша но грубая замша знаете бывает такая грубая прямо такая толстая замша вот здесь что-то такое потому что все-таки это такая ненежная какая-то замшевая как мягкая не 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 здесь есть такая небольшая кожаная грубость и ваниль такая древесно-ванильная ваниль так друзья и последний аромат это ангел шлёсер essential for men опять же но у нас почти уже закончился я вообще абсолютно не согласна совершенно когда этот аромат в тот день я была уже не согласна когда этот аромат создали мужским здесь есть кофе здесь есть очень много фруктов апельсин или мандарин ну тут такой цитрус сладкий и в базе есть кожа есть кожа и здесь вот тоже опять же такая кожа она замша но при этом такая довольно грубая замша у меня даже почему-то рождаются цвета этой замши это такая такого коричневого цвета замша ближе такого карамельным теплая пряная замша сочетании с фруктами и сочетании с вот с этими цитрусами я думаю что он тоже считается фужерным так как у него есть этот старт но интересно да вот вроде тоже вот если по описанию то они чуть ли не похожи но нет этот более такой более фруктовый наверное да наверное вот фрукты отличают его потому что для меня этот аромат в первую очередь он фруктовый и потом уже прянокоженный но но это не значит что кожа звучит здесь тихо нет но очень много фруктов так друзья вот такая вот у меня подборка ароматов с нотой кожи спасибо что досмотрели это видео до конца так что тут летает спасибо что досмотрели это видео до конца пишите в комментариях свои любимые кожаные ароматы как вы чувствуете ноту кожи кожи в ароматах подписывайтесь на канал ставьте палец вверх ставьте колокольчик всех целую всем пока ну и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok